Есть ли жизнь на Марсе? Серьезный шаг к получению ответа на этот вопрос сделала накануне компания Илона Маска. С космодрома во Флориде SpaceX успешно запустила сверхтяжелый ракетоноситель. Почему это событие уже вошло в историю, расскажет наш специальный корреспондент Светлана Чернецкая. Вот так под музыку Дэвида Боуи в космосе появился еще один объект. Это красный кабриолет Тесла. За рулем манекен в скафандре, на панели приборов табличка с надписью «Не паниковать», а из динамиков раздается песня «Странный случай в космосе». А вот как это все начиналось. Этот запуск уже вошел в историю. Falcon Heavy, что в переводе «тяжелый сокол», это самый мощный ракетоноситель в мире. Он способен доставить на околоземную орбиту до 64 тонн груза. Это вдвое больше, чем его предшественник Дельта-4. Шансы на успех расценивали как 50 на 50, потому что раньше такого никто не делал. Результат оказался более чем удовлетворительным. Ведь ускорители ракетоносителя еще и успешно вернулись на Землю. Это синхронное действие было не менее впечатляющим. Только представьте, что взлет и посадку мы сможем наблюдать по нескольку раз в день. Это укрепляет нашу веру в следующий проект, в некий межпланетный космический корабль. Впрочем, не обошлось без неожиданностей. Один из трех ускорителей, центральный элемент, упал в океан в 100 метрах от платформы, на которой должен был приземлиться. А вот как это событие описывает бывший журналист Интера и один из членов команды запуска Андрей Васильев. В результате на орбите Марса сотни миллионов лет будет кружить автомобиль с камерами наблюдения. А мы стали на шаг ближе к космическому туризму. Ведь главная цель Маска – отправить на Марс человека. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности – телеканал Интер.